здравствуйте всем привет я очень давно не было в прямом эфире очень рада приветствовать вас сегодня сейчас я немножечко попробую установить телефон так чтобы он держался хорошо привет всем кто присоединяется очень рада видеть у нас сегодня пойдет разговор про очки про очки коррекционные и про очки темные солнцезащитные я считаю эта тема сейчас очень очень актуальна для многих судя по тем комментариям которые я получила когда анонсировал этот прямой эфир тема действительно прям такая очень горячая и несмотря на карантин все равно очень актуально для многих сейчас я жду пока к нам присоединиться жанна жанна наши сегодняшние гости вообще мега крутой специалист именно в области подбора очков я вообще очень рада что жанна согласилась сегодня принять участие в нашем прямом эфире это классно и ждем тогда пока жанна присоединится вижу что к прямому эфир она уже присоединилась теперь тебе жанна нужно нажать там кнопочку у тебя должна быть какая там опция присоединиться к эфиру видишь получается сейчас мы быстренько решим все технические вопросы жанна вообще сегодня принимает первый раз это если я правильно поняла участие в эфире поэтому сейчас мы быстренько разберемся технической стороной вопроса не будем говорить уже более конкретно предметно про нашу тему так тогда давай сейчас я попробую пригласить тебя я по моему послала тебе запрос я в технике честно говоря не сильно от слова совсем вот получилось по моему о мамусик привет моя мама смотрит тоже о Нина Жанна я тебя вижу очень рада привет у меня получилось только с телефона а с компьютера нет ну ничего значит я его сейчас установлю добрый вечер всем добрый вечер Нина нас уже все видят и слышат да нас все видят и слышат я тебя слышу хорошо я думаю что у нас все тоже слышат хорошо если вдруг какие-то проблемы со связью пожалуйста сразу маякните помашите напишите караул и еще что-то такое да насколько я знаю вообще я тоже прямой эфир всегда захожу только с телефона поэтому я тоже не знакома с опцией выхода с компьютера но самое главное что получилось ну опыт уже теперь у нас будет спасибо Нина что пригласила мне приятно я первый раз подготовила здесь свои трофеи я вам все покажу здорово сегодня я буду не только рассказывать но и показывать вот это незначительная часть того что я вам продемонстрирую ну можем начинать отлично здорово Жанна еще раз огромное спасибо что согласилась что у нас так спонтанно и так быстро в общем то получилось все организовать представься пожалуйста расскажи немножечко о себе да Нин и тебе тоже спасибо добрый вечер всем меня зовут Жанна Карпинская я врач педиатр училась в Украине закончила Одесский медицинский институт факультет педиатрии и в течение 10 лет работала в детской поликлинике детским офтальмологом с детьми с детишками от нуля до 18 лет но естественно так как ко мне приходили и коллеги и родители обращались за одну знаете привели ребенку ну выпишите пожалуйста доктор и мне очки то конечно же я имею опыт работы со взрослыми людьми а расскажи пожалуйста давно ли ты приехала в германию давно я уже 10 лет в германии 11 год здесь я пока не работала я была занята воспитанием своих детей переездом это как всегда был стресс организации фирмы мужа то есть мы в принципе приехали по его делам ну я занималась обустройством дома и детьми сейчас мои дети подросли и я уже больше года как занята своим подтверждением диплома прохожу курсы за курсами это занимает очень много времени это в германии непросто но это интересно это моя специальность я решила не останавливаться и не бросать это здорово вообще когда проявляешь такую настойчивость и все равно идешь к своих своей цели это в любом случае здорово классно ну хорошо тогда я предлагаю у нас уже народ подтянулся собрался тогда я предлагаю прям вот начать с темы почему мы собственно сегодня собрались вот насколько я понимаю вообще проблему очень во первых очень многие люди действительно сталкиваются с проблемами с вопросами подбора очков как просто вот очков с диоптриями так и солнцезащитных очков с диоптриями или без и как правило люди отталкиваются вот просто от того что нравится вот как бы нравится форма нравится цвет оправы на деле ну вроде как хорошо и пошли да точно так же как и я со своей стороны я тоже могу посоветовать конечно определенные формы цвета отталкиваясь от формы лица но ведь это далеко не все что нужно учитывать при выборе очков есть намного более глубокие важные аспекты поэтому я передаю тебе слово и прошу немножечко осветить для нас эту тему да спасибо ну начнем в первую очередь с весенней темы то есть солнцезащитные очки да о коррекционных мы поговорим чуть позже я коротко меньше ну как будет как бы будет мало медицины чтобы не напрягать наших слушателей значит солнцезащитные очки они в первую очередь должны быть красивые удобные из хорошего достойного материала и смотрите что я показываю самый главный критерий они должны быть вот такие вот овальные изогнуты сейчас конечно есть тенденция и существуют последние модели очки маски вы наверное видели и все знаете например наташа давыдова часто демонстрирует тетя мотя которая да или она не требко она тоже такая яростная поклонница таких очков но в принципе с точки зрения оптики это неправильно почему потому что здесь сбоку когда очки прямые в одну линию много попадает вот отсюда сбоку солнечных лучей а самая главная функция очков для чего защитить орган зрения ведь существуют такие даже заболевания при которых есть вот светопоязнь и при мигрениях мы знаем часто человеку просто некомфортно он может слечь он просто становится нетрудоспособным на несколько дней из-за светопоязни поэтому солнечные очки это не только аксессуар но очень важная защита глаз значит второй вопрос мы выяснили да очки должны быть лучше если они изогнуты но если вам нравятся прямые вот такие вот сейчас модные как бы больше спортивные то пожалуйста если вам в них комфортно вот второй вопрос второй критерий это обязательно цвет и затемнение стекла ну цвет вы выбираете это или ваше желание или как вам советую стилист конечно он должен соответствовать с вашим образом это цвет вашей кожи глаза волосы либо с цветом вашего наряда вот сегодня я приготовила небольшую часть своей коллекции я вам покажу несколько своих очков у меня очки есть почти всех цветов я их собираю коллекционеру я увлекаюсь мне нравится ну и с другой стороны если я одеваю допустим какой-то яркий красивый наряд а одесситки мы все любим яркая мы все солнечные девушки поэтому допустим красный какой-то наряд очки у меня зеленые либо черные либо еще какие-то то не вписываться поэтому я стараюсь у меня есть очки почти всех цветов мне так нравится как говорит наташа давыду второй критерий это длина заушника она должна быть не длинная не короткая для того чтобы очки хорошо сидели на вас и не давили ни сзади ни сбоку и не выпирали не были сильно длинные третий критерий винты они дужки очков за ушники не должны болтаться естественно вы будете это чувствовать неудобно они будут съезжать следующий момент это вот такие вот маленькие штучки которые сидят на носу вот такие вот держатели носа на оправе наносник он называется это для того чтобы очки сидели плотно но это дело вкуса и нравится не нравится кому-то некомфортно то есть я тоже их не очень люблю потому что когда очень жарко допустим летом то здесь под этим пластиком потеет неприятно они надавлю знаешь остаются такие красные так поэтому у меня есть очки вот с такими наносниками а есть без них разный да это эти мои самые любимые еще очень важный момент очки не должны быть маленькие то есть они должны быть узкие очень важный критерий это очки не должны сильно выходить за боковую линию лица они если это классические очки не стрекозы или не слезки не киски то два три пять миллиметров до одного сантиметра допустимо если очки чуть-чуть выходят за лень за боковую линию лица сверху покажу что что я имею ввиду сверху я считаю что очки не должны быть ниже брови но они могут это допустимо и не должны сильно высоко заходить за вашу линию брови но это очень индивидуально то есть вы примеряете в оптике очки вы меряете смотрите если это не сильно резонирует с вашим овалом лица с вашей челкой с вашим цветом волос то это в принципе допустимо то есть это не стопроцентная догма просто рекомендуется ну и самое главное очки не должны быть сильно низкие если женщина мелкая допустим у нее небольшое личико или круглое лицо а линза очков большая сейчас модные вот такие вот очки да делают и она может упираться вам прям в скулу в щеку но это тоже не допустим это не нужно то есть форма может быть любой главное чтобы она вам не давила не прижимала нигде за ухом не давила потому что даже вызывает головные боли чтобы не было никакого дискомфорта вот это по форме очков а вот что происходит если ты сказала что очки должны могут выходить за самую широкую часть лица но ни в коем случае не должны быть уже чем это это самая широкая часть ничего не происходит на самом деле чего-то такого страшного с медицинской точки зрения просто это некрасиво это создает впечатление маленьких штанишек знаете когда вот ты ходил ходил в школу в пятом классе пришел в шестом классе очень сильно вырос и твои штанишки тебе стали по щиколотку и твои голые ножки торчат то есть как бы взрослому человеку и человеку какой-то статусной профессии это просто ну как бы говоря ну не к лицу не комильфон например вот показываю я сама ношу коррекционные очки но не все время не для постоянного ношения только за рулем у меня близорукость поэтому я не очень хорошо вижу вдаль я одеваю очки я купила себе такие очки в интернете конечно же не мерила они оказались мне мало вот посмотрите сами создается впечатление они вот чуть-чуть видишь они уже моего лица вот то есть создается впечатление что это как бы очки для подростков либо для женщины с более мелким лицом вот я их не успела вовремя продать поэтому они у меня не не продать а вернуть обратно в магазин они у меня лежат в упаковке ну думаю что выставлю на ebay просто избавлюсь от них потому что я не буду носить такие очки так получилось это была интернет покупка но никто не застрахован из нас наверное все таки очки вот особенно опасно покупать по интернету наверное как раз вот тот аксессуар который нужно примерить и посмотреть все таки на месте да но тоже не догма 50 на 50 ты знаешь я сама несколько своих очков купила в интернете и мне нравится это делать в германии потому что здесь нет никаких проблем примерила не подошло отправила обратно то есть у меня есть интернет покупки очков скажу честно это очки каких-то известных фирм и если я вижу что хорошая скидка допустим то почему нет куплю хорошо а также как и обувь знаешь не подошло отправила обратно ну да это точно в принципе я вот что касается одежды люблю покупки по интернету и в общем-то очки тоже у меня совсем недавно был пост где я просто примеряла кучу-кучу всяких очков за невозможностью сейчас примерить это все в магазине поэтому в принципе это все было сделано сделано дома ну я ничего из этого не оставила себе но тем не менее пост получился из этого всего да жанна я тебя не слышу ты чуть-чуть зависла пожалуйста кто нас слушает скажите пожалуйста слышите ли вы меня сейчас у кого из нас просто проблемы надо сейчас определиться меня видно слышно меня пожалуйста поставьте единичку если слышно меня и видно что она смотрит 6 человек так а это наверно была значит эта проблема у жанны сейчас я постараюсь ее опять подключить так подключаю 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 сейчас жанна к нам присоединиться снова была маленькая снова здесь извините я не знаю что случилось не могу тебе сказать что это страшно техническая какая-то причинка на чем мы остановились да пожалуйста продолжим что ты можешь сказать наверно наверняка можешь нам рассказать о том как выбирать очки в зависимости от формы лица форма лица я считаю что здесь вообще нет никакой догмы хотя пишут конечно перед нашим эфиром пролистала интернет посмотрела что говорят ты знаешь я никогда не знала какой у меня формы лицо вот честно ну то есть я знала что он у меня не квадратное но понять какой она на самом деле там треугольное или ну овальное ну лицо и лицо короче говоря я с этим жила прекрасно 40 с чем-то лет и все окей то есть основной критерий ты одеваешь очки удобно тебе нравится или не нравится все остальное как говорит Наташа Давыдова мне так красиво все единственное что пишут интернет источники они не рекомендуют подбирать очки такой же формы как и ваша форма лица но то как я точно не знаю какая у меня форма лица то мне сложно с этим справиться да ну то есть есть действительно обладательницы очень круглого лица тогда им не рекомендуются круглые очки есть вообще совсем такие вот Джон Леннон или Солнышки или вот эти очки например я считаю что они круглые да такие вот или обладательницам квадратного лица и вот такого подбородка им не рекомендуют брать квадратные очки ну вот я думаю что вот это все-таки квадратная форма Я на себе никогда это не ощущала Во-первых, я никогда не читала интернет Его не было раньше И руководствовалась только тем, нравится, не нравится Подходит, не подходит У тебя еще, я должна сказать, что у тебя практически Идеальный овал лица, поэтому тебе на самом деле Очень легко подбирать очки Потому что идет очень много всего Это на самом деле На самом деле тоже нет, мне не все идут очки Но одни из моих любимых форм Это спортивные почему-то Я люблю очень спортивные очки Это такие пилоты Ну и что я могу сказать Что очков не должно быть много Это просто мое желание, моя возможность Но как минимум две пары очков должны быть Это первая очередь Под спортивный или под casual Выход, наряд И вторые классические Либо очень нарядные Существуют такие модели очков Которые одеваются под очень нарядное, красивое Какое-то коктейльное, праздничное платье То есть под такое вот платье Например, вот такие очки пилоты Которые я ношу, знаете, как говорится И в хвост, и в гриву Ну это все-таки спортивные Не оденешь Хорошо Жанна, а что ты можешь сказать о материале Из которых сделаны очки? То есть стоит ли на это обращать какое-то внимание? Должен ли это быть? Ну как бы что больше подходит Именно с точки зрения здоровья? Возможно, легкости материала Пластик, легкий металл и так далее Вот есть ли здесь какие-то рекомендации На что стоит обратить внимание? Да, конечно Материал это очень важная часть И критерий при выборе очков Ну, во-первых, от материала зависит Качество ношения очков Посадка их Защита глаз от ультрафиолета Ну и цена, конечно То есть ценовая политика тоже зависит От производителя, от материала На что стоит обращать внимание? Ну, во-первых, вы знаете, что очки бывают металлические Вот такие вот, ну как обычно Пластиковые и комбинированные Вы можете выбирать, что вы хотите Металлические очки сейчас тоже очень легкие И многие фирмы, например, силуэт делают просто легчайше Это вот их просто фишка Очки очень легкие и невесомые Значит, не всегда дорогая фирма Это знак равенства, хорошее качество Я один раз столкнулась с тем Что фирму Michael Kors Никогда теперь не буду покупать Не оправдываю тех денег То есть материал потемнел, потускнел На солнце покрылся какими-то пятнами То есть я сказала, что нет, эту фирму не покупаю В основном, конечно же, фирмы дорогие И такие вот признанные производители очков Они заслуживают внимания То есть эти очки очень хорошо носятся Они себя очень хорошо ведут Они хорошо защищают глаза от солнца И не сильно царапаются линзы Как в сравнении с дешевыми очками Но, тем не менее, масс-медиа сейчас тоже борются Они конкурентоспособны Например, очки за 15 евро из магазина Zara Я спокойно могу купить Потому что на них стоит значок Ультрафиолетовая защита Ага, значит, вот на это надо обращать тоже внимание, да? Да То есть я доверяю таким фирмам Например, как Mango, Zara Несмотря на то, что недорого Но, тем не менее, достойно Или, в крайнем случае, если я там куда-то спешу И знаю, что мне там нужно Какого-то такого цвета очки Или какого-то назначения Могу быстро их купить Я знаю, что их отношу полгода или год Забыла Потом пошла что-то, купила другое То есть я к этому отношусь абсолютно спокойно Дорогие очки Либо дешевые И даже были в нашей практике такие с мужем Случаи, когда мы приезжали на отдых И он забыл очки Поэтому вот покупали с первой попавшейся Знаешь, у темнокожек, которые прямо на пляже их продают Но это дело случая На самом деле я не рекомендую Очки – это должно быть какое-то нормальное вложение денег Если вы дорожите своим зрением Ну и своим образом То есть это такой аксессуар, который Он статусный Он показывает, что вы представляете из себя Ну вот, на мой взгляд, да Точно так же, как и сумка Она не обязательно должна быть дорогой Но она должна выглядеть дорогой Наверное, то же самое и с очками Они не обязательно должны быть дорогие Но они, по крайней мере, должны хорошо выглядеть Ну, конечно Скажи, пожалуйста, раз уж мы заговорили о этой теме Какие марки, наряду с масс-маркетом Может быть, какие-то более дорогие ценовые категории Ты могла бы порекомендовать? Прямо марки? Ну да, конечно, потому что люди же, наверное, интересно будет искать более предметно Ну, Dolce & Gabbana номер один Нравится Очень хорошее качество, хорошо носится Max Mara у меня здесь нету, потому что половина моей коллекции осталась в Одессе Я каждый год провожу там, летом у нас там есть дом И поэтому половина моих летних вещей живет там Значит, Max Mara, Dolce & Gabbana, да Gucci, да, обожаю, классно Стильно смотрится, качество Это, не помню кто, наверное, Ральф Лорен Да, Ральф Лорен Очкам, на самом деле, лет 15 Носится, не сносится Обожаю их Классическая пилотская такая форма Первый раз в жизни купила И поняла, что мне идут пилоты Burberry Тоже люблю Очень хорошо, рекомендую Это Versace Кстати, покупаю очки не только в Германии, не только в Гамбурге А стараюсь по всем городам и странам Почему? Потому что То есть это как бы такой сувенир Я всегда привожу какую-то сумочку из поездок Я ищу себе коллекционер сумок Страстный И очки Почему? Потому что в Германии, например, какие-то одни цвета Вот ты наверняка знаешь это, делая закупки там В своих любимых магазинах Ты приходишь в Масима Дути У нас здесь одно Ты приезжаешь в Испанию Там совсем другое Там другие краски Поэтому стараюсь привозить очки из каких-то поездок Очень мне нравится в этом плане Москва Дьюти-фри В Киеве очень хорошие очки Ну, Барселона обожаю Просто обожаю Просто за дизайн и за яркие краски Вот единственный минус, с которым сталкивалась Это Майкл Корс Все остальное прекрасно Эскад Хорошо, понятно Спасибо огромное А скажи, пожалуйста, вот еще такой момент Как насколько темными, насколько затемненными должны быть стекла у очков Потому что я, например, сталкиваюсь с такой проблемой Я люблю, чтобы они были прям темные Прямо черные Просто из тех соображений, что я не люблю, когда солнце попадает мне на глаза Вот этот яркий солнечный свет, я его не люблю Но с другой стороны, я понимаю, что мне это не очень сильно подходит Вот есть ли какая-то золотая середина Вот на что здесь нужно обращать внимание Или что вообще рекомендуется с точки зрения здоровья в первую очередь Да-да-да, Нин, ты права Это очень важный вопрос Хорошо, что ты его задала Значит, смотри По правилам, по медицинским критериям Есть пять степеней защиты очков Пять степеней затемнения стекла Мы сейчас об этом не будем говорить То есть самое светлое это, ты понимаешь, прозрачные глаза видно Самое темное это почти черные У тебя на фотографии, кстати, на одной из десяти картинок Были такие полностью непроницаемые То есть глаз вообще не видно Я против таких сильно темных стекол Почему? Потому что они не всем подходят, не всем типам кожи Но если это медицинские показания, допустим, глазные операции Или есть заболевания, при которых светобоязнь Это та же мигрень, о которой я говорила Глаукома, катаракта То есть это показания, да Тогда это должно быть так Потому что вам так доктор прописал Если у вас нет таких показаний То я считаю, что стекло должно быть в некоторой степени прозрачным В какой степени это зависит от вас То есть это дело вкуса Ну вот мне нравится, когда глаз немножко виден Это такая, знаешь, загадочность И не делает такой вид, ну, извините, слепого кота Такого базилио, да, когда полностью закрыто стекло Если вы хотите, допустим Ну, бывают какие-то у нас моменты Мы не очень хорошо выглядим Или не очень хорошо себя чувствуем И хочется прикрыть какие-то темные круги Или там без макияжа Какие-то проблемы, ну, не знаю Синячевка в конце концов сделала мезотерапию Знаешь, как покусанная осами Тоже имеет место быть Вот на этот случай есть вот такие вот очки Они полностью зеркальные Но, тем не менее, светлое стекло Ты видишь? Если даже, если видно здесь Они розоватые чуть-чуть Да, вот я даже глаза твои могу различить Да, здесь даже, ну, это из-за того, что я подсветила Здесь у меня светильник А так, в принципе, они полностью зеркальные Есть голубые, зеленые Сейчас серые такие линзы зеркальные Это очень красиво Они совпадают с нарядом, с цветом вашей кожи Вот, я люблю розоватые Потому что у меня, ну, обычно я ношу такие вот светлые волосы То есть я не темный человек Вот, и очень темные стекла Рекомендую только, если вы едете на курорт На солнечный курорт отдыхать Или на горнолыжный курорт То есть два варианта Тогда вам нужно самое темное стекло выбрать Мне нравятся еще стекла У меня здесь сегодня нету С градуировкой Знаешь, это когда половина верхней Верхняя часть глаза темная А нижняя полупрозрачная Вот на одной из картинок у тебя были такие очки Это смотрится очень-очень загадочно Я бы сказала, даже секси Такая, знаешь, женщина Такая очень интересная То есть какая-то в этом есть изюминка Не просто вот покрасили стену в один цвет А вот что-то такое То есть эта градуировка Она придает загадочности и пикантности всегда То есть, знаете, если вы едете на курорт Где будет много солнца Греция, Испания Там будет хорошо и прекрасно Берите очки потемнее И считается, что лучше всего Защищают глаза от ультрафиолетовых лучей Это коричневые и серые линзы Ага, вот этого я не знала А имеет ли значение, из чего сделаны сами линзы Из пластика или из стекла? В настоящий момент это не имеет значения Потому что производители стремятся Постоянно себя улучшать И так как очки – это защита органа зрения То есть они выдерживают все медицинские стандарты Сейчас, ну я думаю, что большинство линз Это пластиковые Солнцезащитные, так это точно пластик Иногда у очень редких производителей Встретите стекло Это не хорошо и не плохо Это одинаково хорошо То есть они, если выточены правильно И соблюдают диоптрию Или если нулевая диоптрия Они не искажают изображение То это нормально Просто пластиковые линзы Всегда тоньше и легче весят Вот их преимущество Но минус в том, что пластиковая линза При неаккуратном пользовании очками Быстро царапается и стирается То есть портится А стекло – более плотный материал Но он тяжелый Для тех, кто носит диоптрии Знают, что чем толще стекло Чем оно тяжелее Чем больше диоптрии Чем больше близорукости Или дальнозоркости Есть вообще такие толстые стекла И тогда эта вся тяжесть Вот здесь на носу и на ушах И вы понимаете, что это тяжело Здорово Скажи, пожалуйста Вот в принципе для меня Темные очки Они еще являются таким Ну, может быть Средством защиты от морщин Потому что, естественно Как только выходит солнышко Неважно, когда зимой или летом То сразу Ну я, по крайней мере Начинаю щуриться, жмуриться А темные очки Как раз помогают Вот эти мимические Образования новых Мимических морщинок Избежать Вот есть ли какие-то Принципы, правила Выбора очков Именно для холодного Времени года Потому что Все-таки сложно Наверное, комбинировать Темные очки С верхней одеждой С такой, как Пальто, пуховик Вот есть ли в этом направлении Да, я поняла тебя, Нина Твой вопрос Ну, вспоминаем То, о чем я говорила С самого начала Да Защита вот этих вот Боковых зон От морщин Это изогнутая форма очков Раз И степень прозрачности стекла То есть, конечно же Логично, когда зимой Не так много ультрафиолета Да, и Бывают порой пасмурные дни То есть мы должны что-то видеть Поэтому линза должна быть Полупрозрачной Вот как в этих очках Они идеальны На осень, на весну Летом мне в них, честно говоря Немножко не хватает Защиты То есть даже в очках Я щурюсь Что не есть хорошо Ну, а на лето, конечно Это должны быть очки потемнее Но самое главное Помните, что форма должна быть Вот такая полукруглая Чтобы защищать Вот эту вот боковую зону Здесь мы защищаем Не только кожу И наши гусиные лапки Да, морщинки А и боковой вход лучей В глаза То есть непосредственно От солнечных лучей То есть вот, наверное, тоже Есть такие оправы Где широкая душка Сама по себе Как бы уже имеется И если они подошли И понравились То это, наверное, тоже Такой аргумент За покупку О, да О, да Это большой плюс Но, Нина Учитывая Если ты не водитель Если водитель Оно закрывает боковое зрение И это минус То есть нужно Обязательно учитывать Вообще Водителям Подбор очков Это особый вообще вопрос Поэтому нужно Уделить этому внимание Я бы хотела Рассказать об этом Немножко подробнее Да, о спортсменах Мы поговорили То есть Более темные очки Это горнолыжный курорт И солнечные курорты А теперь о водителях Да? Скажем пару слов? Да, да, да Это очень интересно Мне тоже очень актуально Ну, во-первых Здесь два варианта Если вы водите Без очков То есть без коррекции Тогда вы одеваете Обычные солнцезащитные очки Значит Ну, все те же критерии остаются Они должны вам не давить Удобные Все как обычно И самое главное Это не широкая тодушка Вот у меня тут таких даже нету Потому что я не ношу такие очки Мне это неудобно Они мне закрывают обзор И я даже когда-то читала об этом Что действительно не рекомендуется Водителям вот такие вот Широкие спортивные Знаешь, как типа велосипедные Не рекомендуется А велосипедистам Да, пожалуйста Поэтому Да Стекло Стекло для автомобилистов Не должно быть очень темное И в-третьих Стекло должно быть Стекло может быть Фотохромное Это то, что мы в народе Называем очки-хамелеоны Это такое стекло При попадании Ультрафиолетовых лучей На которое оно темнеет Вот я приготовила здесь свои очки Это мои очки В которых я вожу машину Видишь, они красные Цвета правого Просто мне так нравится У меня есть еще синие И в Одессе у меня лежат еще какие-то Я уже забыла А, зеленые Зеленые То есть я любитель Мне должно быть все Вот эти очки Эти стекла темнеют При попадании на них Солнечных лучей То есть это отлично Я не должна одевать сверху что-то Потому что я плохо вижу Мне не нужны вторые очки Вот они такие Классно То есть очень рекомендую водителям Обязательно Это фотохромные стекла Плюс есть еще такое Защитное покрытие Оно называется Поляризационное Полароиды Наверное вы знаете Такую фирму очков Вот они были первые Они инноваторы в этом деле А сейчас уже многие фирмы Это специальное покрытие Там какая-то Специальная молекула стекла Она смешивается С веществом стекла И оно как-то проявляет себя От чего Защищает Поляризация От бликов То есть она отражает блики Кому нужны В первую очередь Поляризационные стекла Конечно же водителям Особенно водителям На дальние расстояния Которые ночью ведут Свой автомобиль Спортсменам Велосипедистам Мотоциклистам Горнолыжникам То есть людям Которые на скорости Управляют собой Или транспортным средством Ну я вот прям сейчас Даже поняла Что мне наверное Стоит завести себе Отдельные темные очки Для машины Чтобы они лежали Просто в машине И действительно Служили исключительно Для вот Вождения Вот потому что Так я люблю потемнее Но вот я тоже замечаю Даже летом Но в машине все равно Прямых солнечных лучей Как правило не попадает Поэтому все-таки Наверное действительно Имеет смысл Завести себе там Стекла побледнее Какие-то Да Это имеет смысл Потому что Мы всегда спешим Мы меняем сумочки Мы забываем очки А если они у тебя Лежат в машине Постоянно Стационарно То ты знаешь Что ты всегда защищена Поэтому рекомендую Да Это очень важно И стекла полупрозрачные Да Вот это я тоже Для себя уже вынесла Что для машины В любом случае Жан А расскажи пожалуйста Еще немножко О своей коллекции Вообще Как началось Твое увлечение Очками Именно вот С момента ли работы Или Или как-то по-другому Нет-нет-нет Началось все Очень давно Студенткой Я поняла Что у меня начинает Снижаться зрение И на втором курсе Я купила Первые очки Первую оправу Я так хотела Иметь красивые очки Вот с этого Началось мое стремление К прекрасному Денег не было Вообще Слово совсем Но очень хотелось И я заработала И купила Ну и просто Это моя страсть Я Мне нравится Вот знаешь Как говорится Мне так нравится Здорово А сколько у тебя Вообще Очков в коллекции Я не считала Я не считала Два Четыре Шесть Семь Половина Забрала Моя дочка Я пыталась Их сегодня найти Хотела показать вам Из Зары В прошлом году Купила две Или три По-моему Две себе И одну Младшей дочери Ну они все Как-то плавно Перекочевали В ее комнату Поэтому не смогла найти Хотела вам показать Заровские За 15 евро Прекрасные Веселенькие очки Одни голубые Под такие Летние морские нарядики А одни были Прозрачные Кстати Полупрозрачная Такая молочная Права подходит Подходит под все Просто идеально Ну здесь у меня Около 10 Ну и там Дома в Украине Наверное Плюс они Периодически Как-то Имеют свойство Уходить Какие-то Ноги к ним Прирастают Я начинаю Сказь Спрашиваю У своих домашних Конечно же У дочек А ты Или не брала И вдруг Вижу Ну вот Знаешь Мама Так и так То есть очки Имеют свойство Пропадают Но ты стараешься Каждый сезон Все равно Пополнять коллекцию Сейчас нет То есть у меня Я не стараюсь Специально у меня Нет такой надобности У меня их действительно Много И я понимаю Что они же не снашиваются Понимаешь Если у меня есть очки Которым 10 и 15 лет То Надобности такой нет Но если вдруг Что-то увидела Такое Вот раз такое То куплю Здорово Вообще Классно Очень интересно У нас еще есть Такая одна Большая тема Которую Ну небольшая Тема Но хотелось бы ее Обсудить Это дети И подростки И очки Но я бы сначала Возможно Хотела сказать Все-таки Пару слов О том Как подбирать очки В зависимости Все-таки От формы лица Мы это так Немножечко быстро Проскочили Может быть Немножечко Поподробнее Об этом рассказать Я буду рассказывать Ты меня пожалуйста Прерви Если ты не согласна Или если Я с удовольствием Послушаю И я тебе сказала Что у меня Своего мнения По этому поводу Абсолютно нет Ага Окей Острый нос Миндалевидные глаза Тонкие губы Ну вот как у меня Например У меня преобладают Острые черты лица В лице Тогда Как ты совершенно верно Сказала Если мы возьмем Оправу Тоже остренькую Тогда черты лица Станут еще более острее Если мы возьмем Если мы возьмем Оправу Более круглую Более мягкую Тогда это Немножечко Сгладится И тут конечно Встает вопрос А что собственно Говоря нужно А какую цель Мы хотим достичь Хотим ли мы Подчеркнуть Вот эту свою остроту Или мы хотим Наоборот Это сгладить Точно так же Это работает И с круглыми лицами И круглыми Округлыми чертами лица Как ты правильно сказал Если мы на округлое лицо Возьмем Так же вот Овальную Или круглую оправу Тогда Ну мы подчеркнем Возможно Свою какую-то Вот эту немножечко Инфантильность Детскость Нежность Мягкость А если мы наоборот Выберем более жесткую форму Тогда мы это немножечко Снивелируем Спрячем И Как бы Получится более уверенный Немножечко Образ Но тут я вот тоже Очень люблю Как бы тему управления Впечатлением Я считаю Что с помощью очков Вообще Очень тоже классно Можно впечатлением Управлять Я кстати когда примеряла Вот эти свои Своё огромное количество очков Которое мне пришло На прошлой неделе Я это почувствовала То есть в тот момент Когда я одевала Что-то вообще Вот эти остренькие лисички Узенькие Которые мне Не очень сильно Ложатся на тип Моей внешности Но тем не менее Я в них чувствовала себя Прям вот готовой горы свернуть Настолько они жесткие Вот в этой своей форме Они еще более Делали мое лицо жестким Хотя у меня Как бы лицо не жесткое Просто черты лица Более острые Вот Но тем не менее У меня Я себя чувствовала Прям очень в них уверена Уверена Да И наоборот Вот когда я надевала Кругленькие Вот эти вот коричневые Немножечко такие вот Ретро очки Мне казалось Что я сама становлюсь Немножечко мягче И так далее Вот То есть вот это Как бы тоже такой момент И конечно же Цвет Как ты тоже Совершенно правильно сказала То есть мы отталкиваемся Все-таки от природного Типажа внешности Если природные краски Внешности Более яркие Более контрастная Внешность Да Там темные Волосы Смуглая достаточно Кожа Да Темные глаза То мы можем выбрать И более темную оправу Возможно Если контрастность Внешности Природная Не так сильно Ярко выражена Тогда возможно Действительно Стоит выбрать Более Светлые оправы Коричневые оправы Вот Сама степень Прозрачности очков Возможно Может быть Меньше Да Вот если это Конечно Подходит по Медицинским Показаниям И по удобству Да То есть Ну вот Просто такие Немножечко Такой маленький Маленький Не обзор А Ну да Маленький Такой обзор На тему Как именно Подбирать очки Но основное Да Я согласна Что форма Должна подходить По размеру Опять же Если лицо маленькое То не нужно Надевать совсем Огромные очки Опять же Да Если нравится И хочется Прям вот Быть острым Яркой Такой девушкой Которую все Заметят Пожалуйста Да Но вот именно По пропорциям Лучше возможно Не выбирать И конечно Чтобы они не были Уже Ну и безусловно Они должны быть удобные Вот из тех очков Которые я получила Из манго Удобных было К сожалению Только там Два-три варианта Вот именно Те которые мне понравились Я могла бы себе Представить их носить Они ну совершенно Были неудобные А можно спросить Что конкретно неудобно Большие Падали Да Либо они были узкие Прям давили сильно Да Я понимала Что ну Я не буду их долго носить Либо они прям вот Были огромные И я понимала Что будет мне шевельнуть головой Они у меня Они у меня куда-то Упадут Размеры То есть Да Мои большие серьги Сейчас тоже Выцепились за Мои маленькие Ну Красота требует жертв Это точно Нина Кстати я хотела еще спросить Откуда были коллекции Кроме манго Откуда были очки Это были все Только манго Интересно Потому что Я хотела задать этот вопрос И как-то не успела Думала что ты сделала Сборную какую-то Такую Нет Я просто вот заказала Там сумки у меня были И очки А вот такой вопрос Как ты относишься К Зарам Очкам Тоже очень хорошо Они всегда впереди идут Я недавно увидела еще В ЦЕУНДА И по-моему В ЦЕУНДА Тоже большой очень выбор Но я немножко к этому Как бы Ну я уже перешагнула То есть Мой Ну возрастной ценз Я уже не пойду в ЦЕУНДА Покупать очки А девчонкам Например Школьницам Или студенткам Очень прилично видела Там Ассортимент Очень Да Нет Я вообще честно говоря Очень положительно Отношусь к масс-маркету Ну это лично Вот мой подход Мне просто надоедают Очень быстро вещи В том числе Аксессуары Поэтому мне просто Конечно У меня есть там Несколько очков Которые действительно Вечные Вот те же самые Авиаторы Они хороших фирм Они действительно Стоят дорого Но я их и ношу уже Очень давно И буду носить еще долго Но каждый сезон Хочется все равно Немножко поиграть Конечно Позволить Поэтому я тоже С удовольствием Могу себе что-то Купить Ну а я ведь Я в этом отношении Совсем другой Я абсолютно Консерватор Поэтому у меня Очки по 5 лет 6 Это нормально И вот Я еще подготовила Я сохраняю все коробки Вот они у меня Вот все лежат Я подумала Что Знаешь Если уж совсем Надойдет Их можно на ebay В любом случае Продать Что-то я так решила И думаю Ну если уж совсем Мне станет грустно И вот знаешь Бывает хочется Все вычистить Бывает То я не выбрасываю коробки То есть как бы Вот такой вариант Тоже Примерно Это совершенно верно Потому что Ну это своего рода Ну конечно Не инвестиция Да Но не совсем уж Полная потеря денег Как раз вложение Когда ты вкладываешь В хорошую вещь Будь то сумка Или очки Или аксессуары Какие-то украшения Да Вот хороших фирм Известных фирм Люксов То их действительно Всегда можно продать Конечно не за ту цену Если ты их покупала Новыми Но тем не менее Все равно Что-то там За них получить нужно Да Когда надоедать Ну что Еще хотела бы поговорить Немножко о хранении И об уходе Да Значит смотрите Самый-самый-самый Главный критерий Самый главный момент Покажу вам вот так На коробочке Это очки Не класть стеклами вниз Вот это вот нельзя делать Почему? Потому что они царапаются Становятся матовые Затуманные Очки всегда кладем Вот так на поверхность Только вот так Кверху стеклами Если не успели В чехольчик Футляр Ну естественно Что футляры разные Вот некоторые Сейчас извините Некоторые производители Вкладывают Сразу футляры Вот например Вот такие вот очки У меня есть Prado Кстати Prado Очень тоже классные качества И дизайн У меня их тут нету Они в Одессе остались Ну вот к ним идет Такой футляр Вот к этим очкам Ботега Шел вот такой футлярчик Тоненький В чем минус? Что в сумке В мягкой Если вы где-то Целый день Там в городе На экскурсиях Или еще где-то Болтаетесь Они могут повредиться Честно говоря Поломаться даже Поэтому я за твердый футляр Но минус в том Что он не всегда Влазит в сумку Это наверное Например Вы хотите С такой аккуратной Вот маленькой сумочкой Пройтись Да? Или вот такой Вот в такую сумочку Она очень милая Такая голубенькая Подходит под какие-то Мои нарядки Но не влазит ничего Только малюсенький Кошелечек Поэтому я нашла Вот такой вот выход Была очень рада Это такой внешний Вот кошелечек Я его даже специально Прицепила на эту сумочку Видно, да? Такой внешний футляр Он цепляется на Ручку сумки И вот так вот Снаружи смотрится Он красненький Другого не было Я хотела купить Какой-то универсальный Цвет Ну допустим Коричневый Нейтральный какой-то Или черный Но не было, к сожалению Но купила красненький Лучше, чем ничего Чем эти очки У меня будут болтаться Где-то в сумке И повредятся Поломаются дужка И так далее Отличная идея Кроме того Если можно Я добавлю Это сейчас вообще Очень актуально Такой очень активный тренд Когда мы носим Несколько сумок Вот одну сумочку Там, например, побольше Другую поменьше И это просто Идеальный вариант Подумала об этом Это модно, да? Это очень модно Актуально И причем Может быть Можно просто Какую-то маленькую Совсем мини-микросумочку Приспособить Как вот чехол для очков И носить его Кстати, интересная идея Ты видишь, как хорошо Ох, как полезно Общаться со стилистом Ну, в каждом футляре Когда очки вы покупаете Но лежит такая салфеточка Да, вы знаете Вот есть еще Такой защитный мешочек Ну, на самом деле Не обязательно Такой салфеткой протирать Скажу честно Вообще все равно Чем вы протираете Я иногда протираю Даже салфеткой Обычной салфеткой Бумажным полотенцем Ну, если нет ее под рукой Или забыть Вот у меня, честно Если я начинаю протирать Бумажным платком Остаются очень часто Какие-то вот Мини-мини ниточки Там, не знаю Какие-то вот частички На очках А бумажные полотенца? Бумажные полотенца Тоже не всегда под рукой А вот платочки, да Вот бумажные Они всегда в сумке с собой Ага, поняла Ну, слушай Либо за тем, чтобы были Вот эти вот Правильные Правильные кусочки Ткани с собой Дома У меня вот такой вот Есть спрей Они продаются в оптиках И в разных драгериях Да Специально для очков Это у меня, по-моему Для компьютера Да Screen spray Ну, я им протираю очки Если нет такого Мой сын Используя всякие лайфхаки Прибегает Говорит Мам, есть средство для стекла? Да Говорит, что ты будешь окнам И мне очки протереть Тоже работает И тоже нормально Так что Любое спиртосодержащее средство Которое предназначено для стекла Конечно, не растворитель какой-то Подходит Если ничего нет Бумажной салфеткой Ну, что делать Если в дороге Вот Такие вот Коротенькие Советы А можно я еще По теме ухода добавлю Я буквально Вот в прошлом году Я у нас в Гамбурге В Карштате В Центральном Покупала очки И мне там предложили Приобрести Такой пузыречек Небольшой Прямо средство Специального По уходу за очками Сказали, что это Не обязательно За очками Можно на самом деле Любое стекло Хоть окна им мыть Но фишка была в том Что заплатила я за него Что-то в районе 30 или 20 евро Я сейчас точно не помню Но я могу туда приходить Давать им этот пузырек И они мне его всегда Всю жизнь Будут наполнять Как интересно Рефил такой Да Да Вот это вот такая Очень интересная штучка Но я правда с тех пор Была только один раз Потому что естественно Все время его забываешь Или еще как-то Но вот такая Такая услуга у них По крайней мере В прошлом году была До тех пор Кстати пока они Не закроются Потому что Когда они закроются Будешь ты их искать Далеко Это точно все Да Рекламная замануха У меня вот есть Один такой спрей На все случаи жизни Я им пользуюсь Для экранов компьютера Тоже очень неплохо Раньше у меня и такого не было Тоже все было хорошо Прекрасный выход Из положения Но в принципе Наверное можно И просто водой с мылом Помыть Конечно Вода с мылом Самое главное Какими-то Специальными Спиртосодержащими И с какими-то Растворителями Не протирать Потому что Может краска Стереться Вот это вот может быть То есть иногда Есть такое вот Напыление Сверху Вот не само Стекло Темное А наносится Напыление Которое стирается К сожалению Скорее всего Наверное В каких-то Недорогих производителях Не могу точно сказать Но один раз у меня Такое было Что я чем-то Таким термоядером Протерла Я уже не помню Чем это было давно И краска с них Просто слезла Ну как говорится Бывает Так что вода с мылом Всегда универсальное средство Понятно Отлично Ну Жанн И давай тогда Пожалуйста Еще несколько слов Вот о том Как же мотивирует Все-таки детей И подростков Если врач сказал Что необходимы очки Это всегда тема Такая очень неприятная Как правило Дети не хотят Ни за что Как вот все-таки Поделить Тема очень щепетильная Это большой стресс Для детишек Ну начнем с того Что очки для детей Подбираются Только в оптике Только специалистам Естественно Вы их не можете Купить сами Без рецепта И это должны быть Специальные детские Оправы Если ребенок Не подросток И его лицо Не достигло Размера взрослого человека То есть Нашего с вами Ориентировочно То ни в коем случае Не покупать Какие-то готовые очки Это должны быть Только детские Значит Они специальные У них специальный заушник Он короче У них специальный размер Переносица У них специальный Специальный диаметр линзы То есть Все рассчитано На детишек Что самое главное Материалы Значит Производители Делают Оправы для детей Из очень хороших Качественных материалов Как ты понимаешь Это их лицо Это их продажа То есть Этот материал Будет антиаллергенный Такой Сякой Защитный Самый лучший Значит Здесь вопросов Никаких нет Оптики вам предложат Все самое хорошее Что у них есть Дизайн Вы выбираете сами Либо Полагаетесь на специалиста Который вам Проведет Хорошую Консультацию В оптике Это могут быть Металлические Лучше конечно Из тоненького металла Потому что детишки Очки кидают Пластмасса Может лопнуть Но и хороший пластик Тоже имеет место быть Я встречала хорошие Пластиковые оправы Во-первых Они веселее смотрятся Они красивее Детям нравятся Ну и самое главное Я не рекомендую Покупать Детям Ну маленьким И подросткам Тоже черные оправы Это смотрится Не очень хорошо Хотя Некоторые мамы Считают Что это универсально Это Может быть Но все равно Детям хочется Каких-то ярких красок Поэтому Тоже не всем Вот я знаю по своим А я вообще Она очень любит черный цвет Твоя дочка носит очки? Нет Нет Очки она не носит Но она вот Когда выбирает темные очки Мы сейчас как раз Не перебирали ее темные очки И вот все Что там было розовое С какими-то там Hello Kitty Цветочками Мы сказали все Извини Я говорю о коррекционных очках Нина Да-да-да То есть коррекционные очки С прозрачным стеклом Из черной оправы На ребенке смотрятся Не очень уместно Все-таки черный Это взрослый цвет Но наверное Если ребенок Сам хочет Наверное все равно Основополагающее Да Вот как-то заинтересовать его Чтобы ему самому понравилось Конечно Это дело вкуса И ребенок должен Себе нравиться В отражении Он каждый день Смотрит на себя в зеркало И мы знаем Какие подростки Придирчивые К своей внешности Да У них проблемы С сальными железами С прессчиками С акней Там кому-то я нравлюсь А кому-то я не нравлюсь Я вообще без косметики В школу не пойду Ты же понимаешь Поэтому прислушиваться К голосу ребенка Надо Конечно Вы идете в оптику Вместе обязательно Выбираете оправу Какую он нравится Молодому человеку Или девушке Вот Ну и Специальных каких-то критериев Больше нет То есть это Ваш карман То, что вы можете себе позволить А вот как ты просто Относишься Может быть не совсем По теме вопрос Ну вот Если например Ребенок выбрал себе очки Да А ты как взрослый человек Понимаешь Что ну вообще Ну никак И смотрится плохо И никуда не подходит И ну вообще Вот А вот ребенок сказал Вот мне нравится И все Вот ты как считаешь Стоит настаивать Или стоит оставить Отпустить Пускай делает так Как сам считает Ну здесь два варианта Если эти очки Вам не нравятся По цене А я сама сталкивалась Таким То есть у меня Двое из троих детей Носят очки И вот Один ребенок Хотел очень сильно Дорогие очки А я считала Что школьнику Ну не обязательно Потому что через две недели Они обязательно Или упадут Или что-то с ними случится Стоили они Каких-то бешеных денег Были фирменные очки И я сказала Нет Это не соответствует Нашему бюджету То есть четко И честно Объяснить Аргументировать Почему нет Второе Если вам не нравится Форма Цвет Здесь очень сложно Конечно Переубедить ребенка Потому что это происходит В оптике Вот нужно купить сегодня А завтра Может быть у вас Не будет времени Да Мы все спешим Мы выходим из себя Поэтому Если есть вариант Вернуться Подумать И вернуться На следующий день Или через пару дней Если нет вариантов Постараться Переубедить Аргументировать Третий вариант Если ребенок Ни за что не соглашается Мы должны будем Согласиться На такую форму Потому что Это его выбор Нужно к нему Относиться Все-таки Уже как взрослым Переломите Вот и сама понимаешь Что ломать ребенка Это нехорошо Мне часто приходилось Сталкиваться С такими ситуациями Когда дети приходили В кабинет И вдруг звучит диагноз Вашему ребенку Нужно носить очки Постоянно Истерика Слезы Стресс Очень сильный И приходилось И приходилось Включать все свое Красноречие И знания И материнские Какие-то слова Добрые И стилистом быть В том числе Убеждать Что тебе Вот этот цвет Пойдет А это немножко Скорректирует тебе Форму А это так А вот это так И ты знаешь Что На людей в очках По-другому смотрят Они кажутся Более умными Вот То есть И такие были Да Аргументы Шли разные В ход Конечно Я была всегда На стороне родителей Но если ребенок Был против То мы находили Какую-то форму Угодить ему Потому что Ему носить Отечки Это его здоровье И бывали случаи Когда Переходила на сторону Ребенка Даже несмотря на то Что мама сзади Вот так стояла И говорила Ага Но Ну конечно Он тоже личность И надолго В любом случае Да Потом со стороны Наверняка Ты как-то более тонко Видела и чувствовала Ситуацию Чем Когда ты находишься Внутри нее Это точно Нет Я тоже честно говоря С тобой полностью согласна Я вообще считаю Вот точки своей Даю Ну очки она не носит Да Но вот с точки зрения одежды Полную свободу Вот Пускай одевается Пускай делает так Как считает нужным Когда же еще ей играть Чем не Ну плюс ты еще можешь подсказать И правильно Если она просит Да Я ей говорю Но если я вижу Как она от себя Вообще в восторге А я Мне это абсолютно не нравится Но я вижу Как она обалдеет Вообще от своего внешнего вида То я молчу и говорю Супер Классно Молодец Да Самое главное Что она от этого Получает положительную эмоцию Пройдет какое-то время И ей перенравится Ты же знаешь Это точно Конечно Это все меняется Мы сами такими были Жалко Что у нас не было возможностей Да Да Это точно Ну зато у нас было много Много других Каких-то моментов Которых нет у наших детей Вот Хорошо Жанна Спасибо тебе огромное За то Что ты сегодня была На прямом эфире Для меня прям Пролетела Как одна минута Этот час Огромное спасибо Куча интересной информации Я для себя вообще Очень много всего вынесла Записала Вот себе тоже Сидела Делала пометки Я должна К сожалению Эфир заканчивать Иначе он не сохранится Да Я говорю Я тебя понимала Не проводила Я надеюсь Что сейчас получится Все сохранить Поэтому еще раз Огромное-огромное спасибо Я выложу тоже Коротенький пост Может быть Если там еще кто-то Будет задавать вопросы Было бы здорово Если бы ты смогла Немножечко смотреть Да И может быть ответить Хорошо Да, конечно Где я их должна буду Ты мне потом подскажешь Потому что Да, ты увидишь Да, ты увидишь Я, как всегда, помечу тебя Или перенаправь Мне их просто Отвечу вообще без проблем У меня будут к тебе Еще вопросы и предложения Нин, я тебя благодарю Я тебя напишу потом лично И я рада была быть полезной Всего доброго Спасибо огромное Спасибо огромное Пока Хорошего вечера Пока Тебе тоже Спасибо Спасибо Уи Ага.